Кто господствовал на нашей планете до появления человека разумного? Может, когда-то на Земле обитали совсем другие существа? Учёные доказали, что малейшие изменения таких показателей, как скорость вращения планеты вокруг своей оси, сила гравитации и атмосферное давление, приводят к необратимым изменениям в анатомии живых существ. Ни для кого не секрет, что когда-то Земля была планетой гигантов. Так может, рядом с динозаврами жили и разумные великаны? Вот в Самарканде есть саркофаг размерами 19 метров в длину, рентгеновским аппаратом переносным. Его просветили. Там лежит скелет человека, 19 метров ростом. У человека есть название – Даниил. Что мы знаем о тех, кто жил на планете Земля до появления здесь нашего вида? Какими способностями обладали наши предшественники, а может, и далёкие предки? Те, кто также считали себя единовластными хозяевами этой планеты, а свою цивилизацию – вечной. В Северной Америке, на засушливых землях Нью-Мексико и Аризоны, проживают обособленные племена индейцев – порядка 40-50 тысяч человек. Они верят, что их праотцы, анасази, умели летать. Что это? Красивые сказания древности? Или эти легенды помогут понять, какими возможностями обладали представители исчезнувших цивилизаций? Анасази проживали на юго-западе Северной Америки, примерно с 5 по 13 века нашей эры. Однако их история начинается за много тысячелетий до нашей эры. Стив Лександ – профессор антропологии из Университета Колорадо. Многие из этих экспонатов музея естественной истории были найдены им во время раскопок в индейских поселениях потомков древних анасазий. Но свое самое большое открытие Лександ совершил в 1996 году. Во время экспедиции в штат Нью-Мексико ученый обнаружил еще не исследованные древнейшие сооружения, возведенные анасазием. Это были не просто керамические изделия, горшки или наконечники стрел. Мы обнаружили целые здания, удивительные архитектурные постройки. Земли анасази простирались на 900 километров с запада на восток и на 400 километров с севера на юг. Это сопоставимо с площадью современной Германии. На этой гигантской территории анасази строили здания, которые археологи называют «большими домами». Это многоэтажные сооружения, напоминающие современные многоквартирные дома. В них было до 650 комнат. Крупнейшие из таких постройок находятся в районе каньона Чако и плато Месоверда. Но что самое удивительное, войти в эти помещения можно только сверху, через крышу. На крыше дома было сделано отверстие. Подняться можно было только с помощью приставной лестницы. Это была защитная мера. Можно было, оставаясь на первом этаже дома, среди каменных стен, ощущать себя в безопасности. Подобная структура домов носила и символический характер. Она использовалась во время церемоний. Когда разводили костер, дым выходил через крышу. Это достаточно тонкий момент, сравнимый с жизненным циклом. Человек тем самым входил и выходил сквозь дым. Индейские шаманы рассказывают, что вместе с дымом во время такой церемонии наверх поднимались и сами анасаси. Во время ритуалов они превращались в птиц и совершали полеты по всей территории своей огромной империи. Как такое возможно? Согласно одной из гипотез, в путешествии отправлялись не сами анасаси, а лишь их сознание. Они могли передвигаться на огромные расстояния силой мысли. Там не нужны были никакие колесницы. Конечно, сегодня нам трудно представить, как управлять своим сознанием на расстоянии, перемещаться в пространстве благодаря силе мысли. Однако современная наука уже нашла объяснение о чудесном полетах анасаси. Возможно, все дело в том, что несколько тысяч лет назад разум человека обладал совсем другими возможностями. То, что мы называли эволюцией, ну, если так на вскидку, это скорее была деградация. И тот же наш третий глаз, да, эпифиз, из равноценного, достаточно большого отдела головного мозга, то есть были полушария, да, и вот то, что мы сегодня называем эпифизом. И они занимали равные объемы на уровне коры головного мозга. Сейчас от эпифиза осталась, ну, практически спичечная головка. И свойства, которыми владели наши предки, современный человек, безусловно, утратил. Не так давно новое открытие археологи сделали, взглянув на империю анасаси, именно с высоты птичьего полета. Оказалось, что каньон Чако, где находилась одна из столиц анасаси, расположен в самом центре сложной сети дорог. Часть из них представляет собой настоящие мостовые, вымощенные камнем. Часть проложена с помощью глиняных кирпичей. Вот только многие из этих дорог ведут в никуда. Они подобны лучам, которые лишь указывают направление. Дорогами мы называем сооружения, которые тянутся на расстоянии в несколько десятков километров. И Чако был точкой схождения всех этих дорог. У людей не было никакого транспорта. При этом есть, к примеру, дорога шириной в 10 метров. Дороги часто направляли к горам, к возвышению. Они упирались в них, как в тупик. Для чего понадобилось прилагать столько усилий и строить дороги, по которым никто не ездил? Современные ученые не находят в этих сооружениях никакого смысла. Есть весьма спорная версия, что дороги индейцы прокладывали для того, чтобы во время священных обрядов по ним проходили религиозные шествия. Крупные дороги шли часто параллельно. Мы полагаем, это делалось на случай какой-либо религиозной священной процессии. Иногда требовалось и четыре дороги для четырех параллельных шествий. Сегодня мы относимся к дорогам с точки зрения транспорта. Это один из самых быстрых путей добраться куда-либо. Однако для анасази дороги, очевидно, носили и другой, символический смысл. А может, индейские шаманы сохранили достоверные сведения? И анасази действительно использовали дороги как ориентиры во время своих полетов? Эта гипотеза многим исследователям перестала казаться столь фантастической после того, как стало ясно, что анасази отлично разбирались в астрономии. Они вели наблюдение за звездами. А все сооружения в каньоне Чако ориентировали по положению Солнца в дни равноденствий и солнцестояний. Особое внимание уделялось северу, который называли небесным глазом, центром неба, так как это точка, вокруг которой вращалось все остальное. Каньон Чако, ставший столицей к 11-12 веку, был также и столицей изучения астрономии. С севера на юг город был симметрично разделен на две части, как полушарие. Само расположение домов по направлению к Солнцу или Луне указывало на роль звездного неба в жизни людей. Откуда у древних индейцев появились знания по астрономии? И как они их использовали? Зачем тысячи лет назад людям могла понадобиться карта звездного неба? В отсутствие не только возможности выхода в ближний космос, но даже телескопов, нашим далеким предкам было известно о характеристиках планет Солнечной системы и многих созвездий. В разных уголках наши планеты разные культуры сохранили великие знания о далеких созвездиях, об Орионе, Плеядах, Сириусе, созвездии Лебедя и некоторых других. Так африканское племя Догонов испокон веков владели знаниями об астрономических характеристиках планет, которые нам вообще были неизвестны до последнего времени. Архитектор Михаил Ефименко уверен, что знания об устройстве космоса людям передали пришельцам. Представители высокоразвитой цивилизации в древности побывали на разных континентах Земли, в том числе и в Евразии, на Дальнем Востоке. Михаил Ефименко даже считает, что нашел место, где находилась база инопланетян. В Приморье всегда называли эту вершину Шаман-горой и наделяли ее магической силой. Однако на карте этот объект обозначен как гора Педант. Такое название ей дал в 1858 году Александр Шренк, российский ученый и путешественник, который и нанес гору на составленную им карту местности. Почему Педант? Потому что Педант, греческое слово, означает учитель. Так вот, наш народ, который жил на Амуре и в древне, которых мы называем аборигенами, встречались вот с этой цивилизацией, которая их учила. А она учила их по знаниям то, что касается знания о космонавтике, о космосе, знания о врачевании и знания других вещей, которые, в общем-то, до нас дошли у этих малых народов. На склоне горы Шаманы сегодня возвышаются вертикальные каменные глыбы. По мнению исследователя, это не природное образование, а рукотворные объекты. Причем он создан из бетона, который по прочности превосходит современный аналог. Но бетон этот не нашего состава, поскольку я, как и строитель, и как проектировщик, сталкивался и с изготовлением всех конструкций, и проектированием их. Я могу ответить точно, это не наша цивилизация. Создала эти необыкновенное сооружение, которое выглядит, ну, как бы, как крепость с одной стороны, а с другой стороны, это как неизвестное устройство. Неужели задолго до зарождения современной цивилизации на Земле кто-то уже умел так строить? Использовать технологии, способные расплавлять базальт, меняя кристаллическую структуру горной породы? Может, действительно, загадочные крепости, храмы и пирамиды возвела единая, давно исчезнувшая цивилизация? Они размягчали скалу, а потом ее просто резали, вот так вот. Этот же способ есть в Египте. Там до сих пор в Ассуане существуют карьеры, в которых показаны гигантские монолиты примерно весом 1100 тонн, которые еще не отделились. Они просто вырезали канавы и подрезали снизу. И вот эти следы как будто бы ложкой вырабатывали. Вот эта технология нам неизвестна. И мы до сих пор ее никак не можем освоить. Это нам недостижимо. Что за цивилизация оставила свой след в Хабаровском крае? Кто посещал территорию современной России тысячи, а может и десятки тысяч лет назад? Интересные сведения оставил русский исследователь Петр Шемкевич. В июне 1892 года он был назначен на должность чиновника особых поручений при Приамурском генерал-губернаторе. И стал часто бывать в этих краях. Однако главным занятием Шемкевича стали научные этнографические исследования. Он знакомился с бытом местных народов, собирал сведения о шаманизме и древние легенды лунанайцев, венков и якутов. Шемкевич записал услышанную им легенду. В ней говорилось, как однажды местные жители проснулись от яркого света. В небе светили три солнца. Жар от них был такой, что плавились камни. Вода в реке закипала. Через некоторое время три солнца превратились в три луны. Что за явление наблюдали люди? Есть версия, что это были летательные космические аппараты. Вот сюда они прилетали. Вот почему? Потому что у нас, у малых народов есть такое понятие. Летающая птица или ракета, она называется Коори, железная птица. Ну, не знали наши народы железных изделий или железных птиц. А у нас, в словарях, это есть, у малых народов. Она называется Коори. Так вот, шаман летал на этой железной птице. Он прилетал вот сюда. И общение. Краевед из находки, заслуженный путешественник России Станислав Кабелев, обнаружил доказательства этой гипотезы в другой части Дальнего Востока. В 2004 году он заставил весь мир по-новому взглянуть на гигантские каменные извояния, которые находятся на юге Приморского края, на берегу реки Кривая. Теперь это место называют Парком Драконов. Вот территория Парка Драконов. Здесь находится здесь. Это японская зале. Ученые из разных уголков Земли сегодня прилетают в Приморье, чтобы попытаться понять, кто и зачем создал многочисленные загадочные объекты, так похожие на скульптуры. Скептики заявляют, что эти фигуры лишь результат выветривания. Однако те, кому доводилось внимательно исследовать территорию Парка Драконов, с этой точкой зрения, как правило, не согласны. Там есть удивительные вещи, которые можно расценивать по-разному. Есть образование на скалах, которое, может быть, геологи бы назвали выветриванием. Но уж очень они непонятные. Там есть выветривание в форме стопы срост человека. Мог ли ветер создать вот такую каменную голову дракона? Причем глаз дракона вылеплен очень детально. Есть зрачок, веки, ресницы. И это далеко не единственное доказательство того, что в далекой древности на Дальнем Востоке побывали разумные существа, видимо, обладавшие огромными техническими возможностями. Там есть отдельные участки, где видно, выходы скал на поверхность горы многослойные по типу кирпичей громадных. Есть места разрушенных кладок, то есть прямые углы, а это уже кладка, то есть так гора не крошится никакая. И есть места, где эта кладка выглядит в виде именно стен, но это уже в глубину ущелья, если идти туда, ближе к куполу. Исследователям уже удалось обнаружить восемь больших фигур драконов и десятки маленьких. Что это, плод воображения древних мастеров или портретное изображение существ, которых когда-то можно было встретить на Дальнем Востоке? Драконы были без всякого сомнения живыми существами. Это доказано и объясняется. Почему? Потому что вот здесь возле находки находится памятник, где рядом стоит человек и находится дракон. Они в обнимку. На Востоке к драконам по сей день относятся с особым почтением. А в древности китайские правители именовали себя не иначе, как сынами драконов. Случайно ли это? Священный царь-дракон Лу-Ван в Поднебесной всегда являлся символом императорской власти. У нас на планете когда-то действительно была дружественная цивилизация драконов. Китайские легенды рассказывают о странствующих которые когда-то обитали на нашей планете. Они легко поднимались в небо и опускались в море. В Поднебесной сохранились храмы посвященные этим существам. Почему на Востоке люди считали драконов своими защитниками и покровителями? Если прочесть легенды, сказки дальневосточных народов, а также ближайшие Кореи, Японии, Китая, то везде драконы живые существа. Это первое. Второе. Везде есть огненные змеи. То есть летающий зверь. Это второе. Третье. Вся мифология Китая, Корея и малых народов переполнена драконами, летающими драконами. И сегодня вы знаете, что драконы святые животные для Кореи, для Японии и для Китая. Но драконы везде разные. Есть трехпалые, есть четырехпалые, есть пятипалые. Чем меньше пальцев, тем умнее дракон. Поднебесной различают девять видов драконов во главе Слу-Ваном. Причем одно из этих священных существ, желтый дракон, является покровителем письменности и литературы. Неужели драконы были разумными существами? Станислав Кабелев в этом не сомневается. Согласно его гипотезе, именно драконы создали Приморский парк гигантских скульптур. Более того, эти существа оставили на скалах рисунки и точечные символы, очень похожие на письменность. Это объемная письменность, которую мы не знаем, но они повторяются, повторяются, повторяются. Есть рисунки, которые спорить невозможно. Везде на основных рисунках находится как бы изображение зародыша человека, и зародыша акулы, и зародыша чего-то, но зародыш. И рядом находятся типа звездочки, типа пять выемок, которые повторяются повсюду. Когда мы собрали огромное число этих рисунков, то мы увидели, что это рисунки искусственные. Может, не случайно жители Китая, Кореи, Японии, Вьетнама и целого ряда других стран называли драконов своими учителями? Неужели когда-то предки восточных народов действительно контактировали с этими разумными существами? Если верить древним преданиям, под властью могущественных драконов находилась огромная территория нашей планеты, включая Приморский край. Вполне возможно, что драконы знали, или они обладали этими свойствами, до которых нам идти, идти и идти. Поэтому вполне возможно, что они прилетев сюда на протяжении какого-то периода времени учили аборигенов, то есть нас, или, будем так сказать, первобытного человека, своим наукам. Отсюда и пошли мифы о богах, о высших силах и прочее, прочее, прочее. Но откуда драконы появились на Дальнем Востоке? Это была параллельная цивилизация, которая достигла высокого развития здесь на Земле, или пришельцы с других планет? И зачем им понадобилось создавать в Приморье гигантский парк каменных изваяний? Версий несколько, но основная версия доказать другим экспедициям пришельцев, что мы здесь были, мы это место засобили. Почему цивилизацию разумных драконов так заинтересовал Дальний Восток? Зачем им понадобилось с помощью гигантских каменных скульптур подтверждать, что Приморье это их территория? Доктор географических наук Юрий Наумов несколько раз побывал в парке драконов. По его мнению, авторы этих фигур прилетали в Приморье с конкретной задачей. Им были нужны полезные ископаемые. Возможно, эта высокоразвитая цивилизация нуждалась в редкоземельных элементах, без которых не создать высокопрочные сплавы, подобные тем, которые применяются в космической и военной промышленности. Здесь очень широкий спектр полезных ископаемых. Если вас интересует редкоземельное, то у нас в Михайловском районе есть Павловский угольный разрез. Так вот, угольком нас не удивишь, как вы знаете, да? А вот то, что там в этом угле содержится редкоземельный такой элемент, как Германия и самые крупные месторождения во всем мире, именно у нас в Приморье, именно в Павловском угольном разрезе. Я думаю, это уникальный случай. Эта гипотеза могла бы показаться слишком смелой. Однако, мало кто знает, что на территории Дальнего Востока были обнаружены гигантские открытые месторождения, которые кто-то разрабатывал задолго до появления в этих краях советских геологов. Но кто мог это делать? Кому могли понадобиться руда, металлы, в том числе золото в промышленных масштабах? Установлено это было еще известным геологом Амертом. Есть у него книга замечательная «Богатство Дальнего Востока», написанная еще в 1928 году. И он там говорил, что русские, придя сюда на Дальний Восток, увидели предпосылки к рассыпным рудным месторождениям золота. Но когда стали промывать вот эти реки, натыкались на древние орудия промывки. В Южной Африке народ Зулусы испокон веков самую высокую горную цепь страны именует Драконовы горы. По легенде, это вовсе не горы, а копья драконов. Искусственно созданный гигантский барьер. Неужели цивилизация драконов могла побывать и на этом континенте? Совпадение или нет, но именно в Африке тоже были найдены древние рудники, выработка которых велась десятки тысяч лет назад. В начале 70-х годов в африканском государстве Габон французская компания добывала урановую руду. Неожиданно оказалось, что содержание расщепляемого урана 235 в пробах значительно ниже предполагаемого. Тогда стали исследовать, не был ли этот уран уже кем-то использован. Обнаружилось, что урановое месторождение Вокла в Габоне имеет такие очертания, которые с учетом периода полураспада урана позволяют прийти к выводу. Почти 2 миллиарда лет назад, а точнее 1 миллиард 750 миллионов лет назад здесь находились 14 атомных реакторов. Все это подсчитано физиками с большой точностью. Но возникает вопрос, кто же мог столько лет назад создать атомный реактор? Могли представители древних цивилизаций посещать нашу планету тысячи, миллионы, а может и миллиарды лет назад. В то и каким образом менял форму гигантских каменных глыб и даже целых горных вершин. В Приморье скалы обрабатывали на высоте от 700 до 1000 метров над уровнем моря. Что же представляет собой материал, который в древности кто-то так виртуозно преобразовал? Это гранитоиды. Почему я говорю не граниты, а гранитоиды? Потому что эти интрузивные массивы имеют сложное петрохимическое образование. Там граниты собственно могут переходить в граны сиониты, в граны диориты и даже в диориты. По одной из версий из местной горной породы в древности на Дальнем Востоке производили высокопрочный материал геополимерный бетон. Он застывал в течение 15-20 минут. Этой технологией владели не только обитатели Примория. Многие гигантские сооружения на планете построены из такого же материала. Вопрос достаточно сложный в чем? Они все сделаны из геополимерного бетона. Когда мы взяли образцы нашего из горного дракона, образцы с пирамидой Хеопса и образцы из Мачу-Пикчу, то мы увидели, что они все одной и той же структуры. Но куда исчезла эта высокоразвитая цивилизация? Почему о ней осталось так мало сведений? Ответить на эти вопросы академическая наука пока не в силах. Есть лишь гипотезы. Одна из самых распространенных развитие древних цивилизаций не раз останавливали глобальные катастрофы. В результате одной из таких космических катастроф огромное космическое тело упало на нашу планету. Это активизировало вулканы Земли и даже привело к смещению континентов в сторону Атлантического или Тихого океанов. Была уничтожена цивилизация, о которой до наших дней сохранились лишь легенды. Однако именно благодаря последней глобальной катастрофе на Земле появился современный человек. Новые условия обитания оказались благоприятны для жизни нашего вида. Но по мнению многих ученых время расцвета нашей цивилизации уже истекло. И совсем скоро появится новый вид. Вот у нас в прошлом году было зафиксировано явление замечательное. Земля почему-то начала медленнее лететь по орбите. То есть так она двигалась со скоростью 26 километров в секунду с копейками, а сейчас только 22. За последние 15 лет Земля тормозила. Почему? Ответа нет. Метеорологи фиксируют аномально высокие температуры на севере планеты. Мощные наводнения и цунами повторяются из года в год. Очевидно, что во всех уголках земного шара стремительно меняются климатические условия. Как все это отразится на человеке? Ученые убеждены, людей, как и все живые организмы планеты кардинально изменят уже в ближайшие десятилетия. И этот необратимый процесс уже запущен. Причем на клеточном уровне. 1999 года впервые явный сдвиг земной оси зафиксировали. Это документально было. Что произошло одновременно практически. Изменился спин вращения атома водорода с левого вращающего на правого вращающего. И это тоже было своевременно зафиксировано и физиками, и астрофизиками. К чему приведут такие изменения? Этого пока никто не знает. Но уже сегодня медикам приходится пересматривать стандартные нормы таких показателей, как, к примеру, артериальное давление или частота сердцебиения. Наш организм пытается подстроиться под изменившиеся условия жизни на этой планете. Меняются внутренние настройки отдельных внутренних органов. По сути, у нас поменяются, конечно, все системы. Что сейчас происходит? Кровь. Густая кровь связана не только с тем, что мы перестаем пить воду в необходимых количествах, но и с тем, что кровь становится жидкокристаллической постепенно. давление давление нестабильно. Ну и как бы одно из изменений давления, ну предполагается, что во всех возрастных группах давление поднимется примерно на 30-40 единиц. То есть то, что считается гипертонией сегодня, это будет нормальные показатели. По мнению ученых, изменения на планете это альтернатива прошлым глобальным катастрофам. Дело в том, что все они случались в период квантовых скачков, перехода небесного тела на новую фазу развития. Но на этот раз на Землю еще и идет сильное энергетическое воздействие из центра галактики. Оно вызывает повышение частоты вибраций магнитного поля нашей планеты. У нас в районе Большой Медведицы, поднимите как-нибудь голову к небу, посмотрите на Большую Медведицу. В районе Большой Медведицы сталкиваются четыре галактики. Они сталкиваются вопреки всем законам, которые у нас как бы идея разлетающаяся вселенная. А тут они почему-то четыре штуки сталкиваются. Но, к счастью, на расстоянии пяти миллиардов световых лет. Неужели ни одна из предыдущих высокоразвитых цивилизаций Земли не смогла пережить квантовый переход? Согласно одной из гипотез, им это удалось. Более того, эти цивилизации развиваются на Земле параллельно с нашей. Просто человеческий глаз не способен зафиксировать присутствие этих разумных существ. А вот сверхчувствительная фототехника или мощные радары нередко улавливают некие неопознанные объекты. Строение, летательные аппараты и сами представители этой иной цивилизации находятся совсем рядом. Предметы, которые нам вот вокруг мы видим, это все отраженный свет. Так вот, отраженный свет человеческий глаз видит в пределах от 0,4 до 0,8 микрон. А солнечный свет пропускает от 0,3 до 10 микрон. То есть, вот такой узкий диапазон человеческий глаз видит, а все остальное не видит. В 20 веке были проведены научные исследования, которые выявили, каким этот мир видят животные и птицы. Оказалось, что у кошек абсолютная цветовая слепота. Собаки различают лишь два цвета, желтый и синий. Змеи днем пользуются обычными глазами, а ночью активизируют термолокаторы, которые позволяют им улавливать только инфракрасные тепловые сигналы. Мозг лошади и других животных, обладающих периферийным зрением, всегда получает две картины, и он не способен их объединить. Так какую часть реальности улавливает глаз человека? Может, нас действительно окружает гораздо более широкий спектр событий и красок? А нам открыта лишь малая часть этого мира. У нас с вами работает на сегодняшний момент 5-10% нервных клеток, а остальные молчат. У нас с вами функционирует активно 4-5% ДНК, а что такое остальное ДНК? И мы имеем дело с двойной спиралью ДНК, и все к этому привыкли. А на самом деле энергоинформационно 144 нити ДНК, и число 144 тоже не случайно. Да, то есть это имеет отношение непосредственно к матрице пространства. Вот у нас как бы потенциал, конечно, колоссальный для восстановления своих возможностей. Кто знает, может грядущие перемена окажутся для нас благотворными. Человек разумный наконец-то сможет задействовать все те ресурсы, которые в нем заложены. И на этой планете вновь появится высокоразвитая цивилизация людей, способных лишь силой мысли перемещать многотонные глыбы и свободно путешествовать в пространстве и времени. Добраться туда, куда другим никогда не удавалось. Увидеть то, что еще никто не видел. Под таким девизом военный переводчик Вадим Успенский отправляется в каждое свое путешествие по Новой Гвинеи и другим островам Океана. Этот регион до сих пор считается самым неисследованным. Папуасы во многих поселках живут так, как жили их предки. Более того, люди в этой части земного шара сохранили сверхъестественные способности, которыми пользуются уже тысячи лет. Вадиму Успенскому своими глазами довелось увидеть, как папуасы летают. Я присутствовал на Амбоне, это один из островов группы Малых Зонских островов. Как раз когда силой своего духа местный шаман поднимал умершего и сопровождал его на кладбище, где он потом занимал свое место в могиле, уже заранее вырытый. Это не зомби. То есть, человек умерший, под воздействием каких-то сил, поднимался и видно было, что есть проявление уже разложения на лице, на теле, но человек двигался, и я присутствовал при этом. знания о левитации, телепатии, предвидении будущего папуасы передают из поколения в поколение. Но как сегодня им удается развить в себе эти сверхъестественные способности? Острова Тихого океана долгое время находились в полной изоляции от внешнего мира. На многие из них вообще не ступала нога чужеземца. И даже второй по величине остров земли Новая Гвинея для европейцев оставался абсолютно неизученной территории. Освоение острова Новая Гвинея было очень долгим, непростым, потому что клипат настолько убийственно действовал европейцев, что они долгое время старались глубоко внутрь Новая Гвинея не проникать. И вот именно на горе Новая Гвинея они до 30-х годов прошлого столетия были неизвестны универшим миру. Чужакам папуасы особо не доверяют. Вадим Успенский посетил Индонезию и Папуа Новую Гвинею десятки раз, прежде чем ему удалось увидеть истинные возможности островитян. Сегодня в Доме Российского исследователя целая коллекция самых необходимых для папуасов вещей. Лук с ядовитыми стрелами, топор, многочисленные обереги, статуэтки духов. Но кто передал папуасам их главное оружие, великие знания? Кто научил использовать скрытые резервы человеческого организма? Существуют целые племена, которые перемещаются ночью с одного острова на другой, то есть левитация. И это достаточно известный факт. Об этом писали немцы, исследователи немецкие, голландские, исследователи левитации подвластны островным племенам. Это говорит о том, что аккумуляция энергии, силы духа, которые они обладают, наверное, возможно в использовании передвижения, наверное, каких-то более серьезных объектов. На островах Амбон и Сирам до сих пор живут Алифуру, летающие племена. Соседи считают их очень грозными противниками. Алифуру способны по воздуху преодолевать большие расстояния и даже перелетать с одного острова на другой. Но как пробудить в себе сверхъестественные способности, которые сумели сохранить папуасы? И каковы подлинные возможности нашего организма? Папуасы всегда считали себя частью природы. Они умело использовали силу растений. Это плод дерева берингтония. Измельченные части его опускаются в воду и через несколько десятков минут вся живность, которая находится на ограниченной территории, она засыпает. Это растение помогало папуасам охотиться. Необходимое количество спящих животных мужчины забирали себе, а все остальные жертвы сонного дерева просыпались как ни в чем не бывало. Такая экологическая охота не наносила животным вреда. Папуасы оказались отличными фармацевтами и лекарями. Они и сегодня отвергают современные медицинские препараты. Если листья растений, смолы, травы и заговоры не действуют, применяют крайнюю меру кровопускание, больше похожее на сложенную операцию. Делаются надрезы на венах на ногах или маленьким луком специальным для кровопускания наносятся уколы тоже на различные части бедренной поверхности, но самое серьезное, наверное, это кровопускание в области спины. Напоминает чем-то, наверное, нашу процедуру банок. Делаются надрезы на спине, туда вводится ротановая пластина и производится несколько энергичных действий вдоль подкожного слоя. Вызывает прилив крови, но своими глазами видел, что человек через несколько часов начинает себя чувствовать достаточно хорошо. В сознании европейцев жители далеких островов до сих пор остаются дикими племенами, но так ли это? Ученые выяснили, что человек в этой части земного шара появился 40 тысяч лет назад. А в 7 веке до нашей эры в Новой Гвинеи, в восточной части острова уже было хорошо развито земледелие. Папуасы, в отличие от других народов, отказались от техногенного пути развития. Может, это и помогло им сохранить сверхъестественные способности. Однако, управлять энергиями могут далеко не все члены племени. Способности нужно усиленно развивать. Великие знания передаются по наследству. Шаманы выбирают самого одаренного ребенка, которому и предстоит освоить древнюю науку предков. Ему, соответственно, постепенно передаются все эти знания. Знахарство, способности, развиваются способности видения, предвидения, шаманизма, так называемые бигмены, человек, который выделяется в силу своих потенциальных каких-то способностей. Сами островитяне верят, что великие знания их предкам передали некие мифические герои. Однако, в отличие от других народов планеты, папуасы не считают их всесильными богами. Они описывают героев как просто более мудрых людей. Именно культурным героям приписывают изобретение различных культурных благ, например, добывание огня. Они добыли огонь и подрели людям. Интракультурные герои могли стать прородителями людей. Но такого почитания, как вот принято считать многие древние люди поклонились богам, такого не было. Они просто были центральными персонажами многих мифов, легенд, ряд и рядов. Кем были эти герои древних генов? Кого в прошлом встречали предки папуасов Новой Гвинеи, Явы, Суматры и других островов Макеатрии? Кто передал им великие знания? По одной из версий, когда-то в этой части земного шара существовал единый континент Лемурия или материк. Но после глобальной катастрофы, постигшей планету, этот континент был затоплен. Это был отдельный материк, на котором, собственно, и располагалась лемурийская цивилизация. Он имел очень большие размеры. География в то время была совершенно иная, то есть, материки были совершенно другие. Еще в 19 веке знаменитый английский исследователь Джеймс Чорчвард заявил, что нашел доказательства существования древнего затонувшего континента, который когда-то занимал территорию от Гавайев до острова Пасхи. На этом материке находилась метрополия древней высокоразвитой цивилизации, исчезнувшей после катастрофы, постигшей нашу планету. Сегодня правнук исследователя Джек продолжает развивать теорию Чорчварда, стараясь не упустить из виду ни одной из находок своего именитого педка. Мой прадед написал в своих заметках, что в конце 1860-х годов он находился в Индии. За это время в одном из храмов он познакомился с монахами. Они оказались членами братства, которое охраняло тайные знания о континенте. Му. Монахи показали моему прадеду плиты, хранившиеся в храме. На этих плитах были оставлены древние надписи, сделанные лемурийцами. Неужели кому-то из представителей той древней цивилизации действительно удалось выжить? Может, предки папуасов Новой Гвинеи как раз и сохранили легенду о тех, кто успел покинуть затонувший континент Му? Английский исследователь Джеймс Чорчвардт во время своих путешествий записал немало древних преданий о лемурийцах. По ним исчезнувшая цивилизация не была локальной. Она охватывала весь земной шаг, а значит, у кого-то из лемурийцев был шанс уцелеть. прадед писал, что технологически они были очень развиты. Отлично ориентировались в открытом море, пересекали целые океаны, привозя с собой различные товары со всех континентов. Также они были хорошими архитекторами, строили восхитительные монументы, храмы и дворцы. Могут ли на дне океанов скрываться следы существования цивилизаций прошлого? Все народы Земли хранят память о великом потопе, посланном на Землю самими богами. А ученые находят все больше доказательств того, что наша планета пережила не один, а несколько всемирных потомов. Так может уцелевшие древние памятники и артефакты следует искать именно под водой. Июнь 1990 года. В район впадения реки Сырдарья в Аральское море направлены экспедиции ученых Казахского научно-исследовательского гидрометеорологического института. Цель вычислить величину речного стока, то есть выяснить сколько воды Сырдарья приносит в Арал, а сколько ее остается в дельте реки. Испаряется, уходят лучи и болота. Редкий случай для того времени. Ученым выделили средства на проведение дорогостоящей аэрофотосъемки. Летчики следовали заданными координатами и делали снимки над дельтой Сырдарья и Аральским морем. Когда они нам представили материалы аэрофотосъемки, кадры 18 на 18, такие вот пачками по галсам, там обнаружились на снимках непонятные какие-то фигуры, какие-то объекты необъяснимые. Под тонким слоем воды и на берегу были разные фигуры. 500 квадратных километров прибрежной и водной части Аральского бассейна оказалось покрыто загадочными рисунками. За четверть века гидролог Борис Смердов изучил едва ли не каждый сантиметр этой территории. Научный сотрудник казахстанского НИИ мониторинга окружающей среды и климата нашел десятки разных аральских знаков, прямые линии, геометрические фигуры и даже объекты, похожие на летательные аппараты. Две ракеты, например, контуры ракет, одна за другой расположены на вековое расстояние, длина каждой ракеты 600 метров. Неужели на дне Аральского моря найден аналог знаменитого плато Наска? Всему миру известны гигантские рисунки, расположенные в южной части Перу. Ученые до сих пор спорят о том, как появились знаменитые географы, силуэты астронавтов, насекомых, птиц, идеально удалось ли ученым выяснить, кем и для чего были созданы эти гигантские символы? Одна из наиболее популярных теорий, объясняющих происхождение линий Наска, состоит в том, что они направлены на астрономические объекты, сориентированы на астрономические события, восход Солнца во время солнцестояний или что-то подобное. Но главная проблема в том, что линий на плато слишком много. после проведения статистического анализа выяснилось, что это может быть не более чем совпадение. Там повсюду линии. Так что обязательно найдутся те, что совпадут с астрономическими ориентирами. Ученые вынуждены признать, что изучение загадочных символов на плато Наска на сегодняшний день весьма затруднено. Дело в том, что этот уникальный памятник древности уже давно не соответствует своему первоначальному виду. Рисунки и линии нанесены на открытой пустынной территории. Очень долго они были подвержены воздействию солнечных лучей и выветриванию. Некоторые линии слишком короткие, чтобы вообще представлять какую-либо ценность. Некоторые исчезли и были заново дорисованы уже в наше время. Так что есть проблемы с объяснением этого феномена. может разгадать загадку знаков Наска поможет находка сделанная на дне Аральского моря. Благодаря тому, что эти рисунки и линии все время оставались под водой, они отлично сохранились. Однако Борис Смердов считает, что аральские знаки и геоглифы на плато Наска все же образованы разными способами. На морское дно наносили гигантские борозды. Фигуры Наска образованы на поверхности пустыни. Пустынная поверхность каменисто-пустынная покрыта камнями, которые от длительного воздействия солнечной радиации чернеют. Пустынный загар называется. Если камень перевернуть, он светлый там. И вот эти знаки в пустыне Наска образованы вот этими самыми перевернутыми камнями. Это не борозды. Но как на дне Аральского моря возникли эти гигантские борозды? Есть версия, что эти загадочные следы оставило сверхмощное техническое средство. Но кто в древности обладал подобными аппаратами? А главное, зачем понадобилось создавать это послание? На берегу, на некотором расстоянии от того берега моря, я нашел уже обсохшее море, поскольку падает, обсохшие эти борозды. Знаки образованы бороздами. Значит, ширина борозды есть где-то порядка 2 метра, 5 метров, есть 10 метров, есть даже шире еще. Расстояние, длина может быть несколько километров. То есть, это совершенно гигантские образования. Может, рисунки на дне моря появились еще до того, как эта территория оказалась под водой? Известно, что Аральское море образовалось 10 тысяч лет назад. До недавнего времени было принято считать, что вплоть до 20 века уровень воды в нем оставался почти неизменным. Однако, в самом начале 2000-х годов научный мир потрясла сенсация. На высохшем дне Арала был найден древний город. Этот город не был обозначен ни на одной известной нам карте. Не упоминается о нем и в письменных источниках. Еще в 50-е годы прошлого века на этом месте было 28 метров воды. И вдруг, под наслоением песка, мы находим хорошо сохранившиеся предметы быта. Для нас это была сенсация. Исследователи сразу же назвали затонувший город Аральской Атлантидой. На усыпанном солью высохшем дне моря археологическая экспедиция из Козылорды сначала обнаружила древний мавзолей, а некоторое время спустя и целое древнее поселение площадью в 6 гектаров. Этот город погубил не внезапный потоп, а постепенное наступление моря. Люди успели все понять и собраться. Покинуть это место до того, как город ушел под воду. Но когда именно был построен древний затонувший город? Когда территория Аральского моря была обитаема? Ученые полагают, что уровень моря мог падать в 12-14 веках. Тогда-то и возникла Аральская Атлантида. Может, гигантские знаки, обнаруженные на морском дне, появились в этот же исторический период. Но, по мнению Бориса Смердова, глубокие борозды были образованы гораздо раньше. На Донной грунт их наносил аппарат, который передвигался прямо под водой. Я вот нивелировку делал вдоль борозды такой, одной, которую мы на берегу носили. Дно идет ровно-ровно, а близко к концу, метров за 10, он плавно поднимается вот так и выходит на такую горизонталь. Ближе к поверхности уже. И затем, не оставляя никаких следов, ни колес, там ничего-ничего, как будто аппарат поднялся и улетел. Но кто управлял этим устройством? И какую информацию хотели оставить создатели аральских знаков? Борис Смердов обратился к математикам. Оказалось, что гигантские символы нанесены вовсе не хаотично. Это целая геометрическая структура и создана она по одной закономерности. Длина линий и символов уменьшается в направлении с севера на юг, четко выверен и угол наклона каждого знака. С запада на восток эти элементы изменяются, поворачиваются против часовой стрелки. Примерно если на километр восточнее, то поворот уперен в 8 градусов. Еще восточнее, еще 8 градусов. То есть эта фигура как бы летящая вот такая палка. Исследовать аральские знаки по мнению гидролога Бориса Смердова теперь должны специалисты из других научных областей. Минерологи, биологи, гиохи. Загадок еще слишком много. Так, к примеру, на тех бороздах, что оказались на поверхности, трава растет в 3 раза быстрее и достигает невероятной для этих мест высоты 40 сантиметров. Там под отвалом находится прослойка особая песка или чего-то. Возможно, она имеет какие-то особые свойства химические, которые подпитывают вот эти вот растения. Может, что-то находится там на какой-то глубине. То есть, заранее сказать, что там такое, невозможно. Но ясно только то, что эти фигуры, эти знаки не случайно были. За последние десятилетия в СМИ не раз появлялись известия о том, что мировой океан преподнес очередную сенсацию. Под водой обнаружены затерянные храмы, пирамиды или даже целые города, выстроенные из гигантских мегалитов. Азорские острова, Куба, Гавайи, Средиземное море. Всегда ли стоит доверять подобным сенсациям? Не было в конечном счете предоставлено доказательство того, что эти объекты имеют рукотворное происхождение. По мнению научного сотрудника Института археологии Рана Сергея Ольховского, за искусственные мегалиты часто принимают выходы скальных пород, образовавшихся в результате геологических смещений или землетрясений. Отсюда и скептицизм ученых подобного рода сенсациям. Хотя некоторые из них все же были подтверждены весомыми доказательства. К примеру, затонувший город у берегов Японии. Из всех находок подобного рода, которые получили известность в последние годы, именно находки у японских берегов представляются наиболее убедительными, потому что там были произведены наверное все возможные измерения современной поисковой аппаратурой. Ввиду небольшой глубины залегания эти объекты были обследованы еще и водолазами и телеуправляемыми аппаратами и там действительно есть серьезное основание подозревать, что по крайней мере часть этих объектов имеют следы рукотворной обработки. Древний мегалитический комплекс первым исследовал японский геолог Масааки Кимура. Ученый на глубине 20 метров обнаружил дома, вымощенные дороги, храмы. Эти сооружения оказались построены по той же технологии, что и великие мегалиты земли. Но когда был возведен этот таинственный город? Ведь эта территория уже давно поглощена океаном. По всей вероятности она была затоплена в ходе начала галаценного периода, то есть порядка 12-10 тысяч лет назад. Значит город был построен до начала глобального потепления около 12 тысяч лет назад. Неужели в этот период на земле существовала цивилизация способная возводить подобные сооружения? Похоже что подводный комплекс возле Ионагуни может оказаться не единственным наследием этой древней цивилизации. Жители китайской провинции Юнань хранят легенду о золотом городе когда-то ушедшем под воду. Долгое время эти рассказы никто не воспринимал всерьез, пока во время испытаний сонаров, которые проводили китайские военные, под водой случайно не были зафиксированы странные объекты. И они собственно зацепили этот город на сонарах бокового обзора. У них тестировались новые сонары, которые с достаточно хорошим высоким разрешением. Они увидели, что вот эти квадратные структуры на дне озера. И дальнейшим уже начали заниматься. Исследовать дно озера Фушанху пригласили российских океанологов и дайверов. Это оказалось непростой задачей. Глубина Фушанху в некоторых местах достигает 180 метров. К тому же само озеро находится в горах на высоте двух километров над уровнем моря. В таких условиях по правилам безопасности оставаться под водой даже на глубине 15 метров дайвер может не дольше трех минут. Удалось ли за это время исследователям сориентироваться и выполнить поставленную задачу? Помогло лишь то, что вода Фушанху оказалась очень прозрачной. Так что же скрыто на дне высокогорного озера? Там два километра квадратных на которых сит разбросано. Находится верхняя часть на 35-40 метрах, достаточно глубоко. На дне озера Фушанху были обнаружены пирамиды, высота которых около 40 метров. На обработанных каменных глыбах, из которых сложены эти конструкции, оказались даже высеченные рисунки. Получается, что легендарный золотой город действительно существовал. В результате тектонического разлома здесь образовалось высокогорное озеро, и все строения были затоплены. Сегодня исследования подводных пирамид продолжают ученые из Кунь-Минского университета. Они роботы запускали в Сиботиксу. И на Сиботиксе там уже видно хорошо все эти структуры, все эти камни здоровые, все куски этой лестницы. Возеро было каменной пирамидой, она была по такой ступенькой, ступенька, собственно говоря, большая ступенька, частью похожая на майскую культуру, на культуру майя. Неизвестные научному миру древние пирамиды Азийского континента. Причем не на дне водоема, а под открытым небом. Российский археолог, доктор культурологии Леонид Марсадолов обнаружил древнюю пирамиду на западном Алтае, в Казахстане, между городами Семипалатинск и Усть-Каменогорск. После экспедиции я приехал туда и оказалось, что там это не просто гора, а там сложный комплекс объектов, там это гигантская плита, так называемый Казахстан. В целом этот комплекс датируется вероятно эпохой бронзы или более ранним временем и культура, которую он представляет сейчас пока в Казахстане неизвестна. По мнению доктора Марсадолова с мегалитическими сооружениями, которые он обнаружил в Казахстане, может сравниться лишь храм в Баальбике. Гигантские глыбы, так называемые трилитоны, из которых выложена терраса храма Юпитера, весят порядка 800 тонн. Могут ли мегалиты, найденные у горы Селиутас, быть созданы по той же технологии или той же цивилизации? Около подножья свинца находится гигантская плита, она весит 500 тонн, это вторая или третья по величине плита в мире, потому что самая большая плита находится в Баальбексе террасе, она лежит в каменоломне, она весит 1000 тонн. Кто мог построить мегалитический комплекс в западном Алтае? Возможно, здесь обитала цивилизация, о которой ученым неизвестно. Однако поразительных находок становится все больше. Близ горы Селиутас во время археологической экспедиции, организованной российским государственным пермитажем, были найдены наскальные рисунки. Ученые интерпретировали их как древнейшую карту звездного неба. Там изображено большое созвездие дракона где-то размером больше метра. Также есть созвездие Колесницы, есть созвездие Козерога и Близнецов и другие созвездия. В общем, на этой карте изображены. Археолог из Боснии и Герцеговины Семир Османагич уверен, что в древности нашу планету посещали представители высокоразвитой цивилизации, которые без труда преодолевали космические расстояния. Они передали землянам знания об устройстве нашей солнечной системы и далеких галактик. Османагич считает, что наследием этой исчезнувшей цивилизации являются пирамиды и их на нашей планете сотни. Самые известные пирамиды долины Гиза хорошо изучены, но многие из подобных сооружений до сих пор еще даже не открыты. У себя на родине Семир Османагич нашел целую долину пирамид и уже несколько лет в Боснии ведутся археологические раскопки. Оказалось, что в районе горы Весочица, которую теперь именуют пирамидой Солнца, до сих пор существует целая сеть подземных тоннелей. Из-под оригинальных пирамид они старые и такие тоннели есть под пирамидами Египта, Китая, Мексики. Под боснийскими пирамидами обнаружены древнейшие на земле тоннели, длина которых достигает десятков километров. Возраст стен этих тоннелей, возраст материалов, которые использовали при их строительстве, был определен на основании данных, полученных в результате радиоуглеродного анализа. Процивилизация, которая построила эти пирамиды, существовала на земле около 30 тысячелетий назад. Согласно официальной научной доктрине, в этот период никаких цивилизаций на нашей планете еще не существовало. Появились лишь племена охотников и собирателей. Но откуда в таком случае на территории Боснии и Герцеговины взялись гигантские пирамиды, создать которые и с помощью современных технических средств было бы весьма непросто. Когда речь идет о древнейших цивилизациях, ученые обычно говорят о шумерской, вавилонской, акадской, а сирийской, древнеиндийской цивилизациях. И ни одна из них не старше 8 тысяч лет. Они относятся к началу обозримого для нас исторического периода. А цивилизация, построившая боснийские пирамиды, существовала во время предыдущего цикла жизни нашей планеты. И тот цикл завершился глобальной катастрофой, великим всемирным потопом. Но кто и зачем 30 тысяч лет назад начал возводить на земле пирамиды? Ученые Сербии, Хорватии и Австрии определили, что под боснийской пирамидой на глубине 2440 метров находится огромная железная плита или залежи железной руды. Случайно ли было выбрано именно это место? Вряд ли. Асманагич считает, что железо создает мощное электромагнитное поле, а пирамида поглощает и аккумулирует энергию, которая распространяется по системе подземных тоннелей. Эта энергия движется внутри пирамиды словно по спирали и поднимается снизу вверх. Наконец она фокусируется и достигает самого верха. Эти сооружения вырабатывают энергию. Вы можете использовать ее для запуска транспортной системы, для телепортации, лечения, изменения климата, отопления в военных целях. Во всех сферах жизнедеятельности требуется энергия. Если есть энергия, ее можно пользоваться. Выяснилось, что пирамиды работают и сегодня. Это помещение, от которого лучами расходятся многочисленные коридоры тоннелей, Семерас Монагич называет древней лечебницей. Температура воздуха здесь никогда не меняется. Она составляет 12,5 градусов. Влажность 85%. Мы находимся в подземной лечебнице. Сюда приходят люди с проблемами дыхательных путей, астма, аллергия. У всех у них наблюдается улучшение. Здесь погибают вирусы и бактерии. излучение такое возможно? По словам Асманагича, все дело в излучении. После того, как часть подземных тоннелей была расчищена, ученые произвели замеры внутри этого лабиринта. Оказалось, что здесь аккумулируется электромагнитное и ультразвуковое излучение. Оно производит ионизацию воздуха и благоприятно воздействует на человека. Все в природе резонирует. Частота излучения нашей матушки природы 7,83 герца. У всех планет, животных и людей та же частота. Это идеальная частота излучения для нашего физического тела и разума. Во всем мире за последние десятилетия получила широкое развитие частотно-резонансная терапия. Электромагнитные колебания, свойственные здоровому организму человека направляются на те органы, которые нуждаются в лечении. Но неужели в пирамидах, которые были построены много тысячелетий назад, достигается тот же эффект? Дело в том, что последние научные данные говорят о том, что в пирамидах могут образовываться ультразвуковые колебания. И в определенных местах пирамиды могут оказывать положительное действие, а в других местах негативное действие. Последователи буддизма, индуизма и других древних восточных учений за исцелением и духовным просветлением отправляются в Тибет. Они верят в очистительную силу кору, ритуального обхода вокруг горы Кайлас. Но как работает это гигантское устройство? Кайлас часто называют древнейшей на Земле пирамидой. Кандидат физико-математических наук Сергей Палалаев считает, что Кайлас не просто одна из пирамид. Это самый мощный вот эти эталонные вибрации, которые несет Кайлас, они важны для каждого человека с точки зрения проявления его духа. Соприкасаясь, настраиваясь на эти вибрации, человек может выстраивать свои вот тонкие тела. В Тибете считают, что Кайлас может избавить от любых, даже самых неизлечимых болезней. Согласно древним буддийским знаниям, наше тело состоит из нескольких оболочек и воздействуя на тонкие тела, вибрации Кайласа постепенно оздоравливают и весь организм. По одной из современных гипотез, Кайлас это не просто пирамида, а целая система, которая состоит из нескольких гигантских объектов. Очень интересная и удивительная форма огромного каменного зеркала долины жизни и смерти. Каменное зеркало это имеет длину 2,5 километра. Фокус его находится на расстоянии 2 километров в начале ледника, который начинается в этой долине. И это огромное каменное сооружение, которое имеет проболическую такую вот форму. Фокус этого каменного зеркала, если быть точным, находится на высоте около 1 километра, примерно на высоте вершины Кайласа. Для чего создавалось это каменное зеркало? По мнению Балалаева, как раз оно и превращает Кайласа вместо силы. Зеркало действует как мощнейший усилитель, и это устройство безотказно работает на протяжении многих тысячелетий. Именно поэтому высокогорные тропы, которые опоясывают Кайлас, никогда не пустуют. Паломники едут сюда даже в феврале, когда находиться в горах из-за сложных погодных условий казалось бы небезопасны. Человек, когда находится в фокусе этого каменного зеркала, взаимодействует с ним и с тем, что внутри этого человека находится, какое состояние у человека присутствует в настоящий момент. Это состояние отражается от этого каменного зеркала и многократно усиливается. Если это состояние наполнено безусловно любовью, то это состояние многократно усиливается. Если присутствуют какие-то блоки, какие-то страхи, то это тоже может многократно усилиться. Древние традиции сохранили целую систему правил поведения на Кайласе. Считается, что их нарушение может привести к необратимым последствиям. Современные буддисты совершают обход вокруг горы пирамиды по часовой стрелке, а последователи древней религии Бонн в противоположном направлении. Но кто создал и запустил в действие это сложное гигантское устройство? Древние традиции говорят о том, что Кайлас это место, где и сейчас обитают великие учителя. Сегодня увидеть своими глазами их невозможно. А несколько тысячелетий назад они появлялись на месте, которое сегодня носит название Плато Небесных Похорон. Есть версия, что это искусственно созданная площадка. Плато Небесных Похорон 84 Махаситхов сейчас используется действительно как Плато Небесных Похорон. То есть там происходит ритуал похорон, когда специальные люди расчленяют человека на части и дальше птицы склевывают плоть. Тем самым человек реально оказывается на небе. И очень необычный рельеф этого места. Эта плата очень ровная. Оно треугольником выпирает из горного массива. И это единственная плоская очень ровная плата около Кайласа большого очень размера. Больше таких мест в округе просто нет. Согласно тибетским легендам когда-то на плато небесных похорон приходили великие учителя чтобы здесь совершить переход в светлое или радужное тело покинуть физический мир. Но кем были те кого в Тибете и в Индии вспоминают с таким большим почтением? Считается что именно великие учителя передали людям знания которые помогли создать нашу цивилизацию совершить стремительный скачок в духовном и интеллектуальном развитии. Сергей Балалаев уверен что на Кайласе даже сохранился памятник который запечатлел момент передачи этих великих знаний. У подножия малого Кайласа так называемого есть очень необычные каменные фигуры нескольких человек два из этих человека сидят спиной друг к другу одна фигура чуть побольше одна чуть поменьше и они запечатлели в камне процесс передачи знаний. Может благодаря тем кого в Тибете называли великими учителями на нашей планете и появились десятки а может и сотни таинственных пирамид. Многие из этих древних сооружений сегодня считаются холмами или горными вершинами. Одно из таких мест гора Аруначила расположенная в штате Тамил-Наду. Если верить ведической традиции однажды побывав внутри этой горы пирамиды можно очистить свою карму от грехов всех своих прошлых жизней. В первой половине 20 века в пещере Аруначилы медитировал известный индийский святой Шри Рамана Махарши. А уже в наши дни в ее лабиринтах на целых 25 лет поселился другой эскет Айю. Йоги во время своего затворничества соблюдали обет молчания. В результате они превращались в сверх людей. Могли предсказывать будущее, читать мысли людей ходить по воде. Доктор медицинских наук профессор Валерий Иванченко участвовал в исследовании целью которого было выяснить за счет чего достигался такой результат где предел возможностей нашего тела. Вот тех йогов которых мы изучали в Индии я участвовал в экспедициях в Южной Индии и там были йоги которые молчали десятилетиями общаясь только жестами оказывается это поднимает резко ауру человека резко поднимает его энергетические резервы это его психические возможности ну есть данные что именно Шри Бабаджи даже достиг возможности левитации при таком полном обете молчания чтобы открыть в себе сверхъестественные способности йоги аскеты отказываются не только от общения но и от еды это не строгая диета а полный отказ от пищи а порой и от воды но как такое возможно неужели любой человек может по сути перепрограммировать свой организм превратиться в сверх человека с точки зрения биохимии во время голодания выводится сильно вода то есть вместе с водой могут выводиться также и токсины которые находятся в клетках и тканях организма буддийские монахи с давних пор практиковали отказ от еды после полудня таким образом каждые сутки они голодали по 18 часов еще древнеиндийские медики писали что в это время в теле человека разжигается элемент внутреннего огня организм очищается от старых клеток погибают вирусы и бактерии однако абсолютный отказ от пищи продолжительностью в десятки лет современная медицина объяснить не все здесь запускаются другие процессы источником энергии для йога становится прана или элемент эфира очень часто эти люди сначала очень сильно хотят есть когда элемент огня усиливается а потом когда элемент огня стабилизируется и прана начинает двигаться будем так говорить более ровно каналы очищаются то скажем количество необходимой потребляемой пищи резко снижается вплоть до того что человек может естественным образом просто ничего не есть даже не пить таких случаев много внутри священной горы Аруначила и сегодня находится множество древних пещер в которых практиковали и продолжают практиковать евгении Баторшиной довелось побывать в некоторых из них но пытаться отыскать таинственные ущелья самостоятельно она никому не советовала если духовный искатель решит самостоятельно подняться на эту гору и найти пещеры даже зная примерно картографию или способ попасть в одну из пещер его могут просто ну как бы не пустить он не сможет найти эту лазейку или тропинку желающих побывать в тоннелях и камерах древних пирамид действительно с каждым годом становится все больше и больше что это праздное любопытство или люди почувствовали что пирамиды это не просто безмолвные памятники древности а источники силы может загадочные мегалитические сооружения все еще действуют активные пирамиды на плато Гизы пирамида Хеопса Хефрена Микерина а также пирамиду Дашур в Египте ломаные пирамиды Снофру активные китайские пирамиды неподалеку от города Шиан это означает что на планете существовала целая сеть пирамид была установлена связь коммуникация между ними светом и силой прошлой цивилизации были свет и сила пирамид исследователи со всего мира наносят на карту мегалитических сооружений земли все новые и новые древние пирамиды Индия Тибет Мексика Босния и Герцеговина Казахстан где будет открыта следующая пирамида эти сооружения словно постепенно возвращаются к людям может это совсем не случайно и оставленные древними цивилизациями устройства скоро опять пригодятся субтитры и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...